Испытано на себе По старой легенде, охотник утром увидел стаю стерхов, которые полетели к солнцу. Их крылья сверкали в солнечных лучах. Охотник дал этой земле название Кюндяде, которое произошло от слова «сверкать». Село Кюндяде Нюрбинского Улуса образовалось в результате объединения четырех наслегов. Образовано в 1957 году слиянием близлежащих сел Бордон, Джархан, Кугдар и Такос. В этом выпуске передачи «Испытано на себе» мы поближе познакомимся с селом Кюндяде, в котором ежегодно происходит одна из самых зрелищных и интересных гонок – Кубок Поршня «Зимний рубеж». Начнем мы свое знакомство с СППК «Влада». Это крупнейшая сельскохозяйственная производственная компания, которая находится здесь, в селе Кюндяде. И все начинается вот с этой комнаты, куда местные жители приносят каждое утро молоко. Вот так практически беспрерывным потоком с утра местные жители привозят молоко, натуральное свежее коровье молоко, со своих хозяйств в СППК «Влада». Сдают его на дальнейшую переработку. Как мне сказали, в зимний период прием идет около 180 литров в день, а в сезон большого молока, то есть в летний период, доходит до 5 тонн ежедневно. Прогрета Васильевна, расскажите, вот это ежедневно, вы привозите молоко, сдаете от своих коров. Ага. Сколько у вас в хозяйстве коров? В хозяйстве 15 голов. Ага. А коровы 7, а телилась нынче 3, вот 3 из 3 коров вот, отдаем. На день это 15 килограммов будет. 15 килограммов. Литров, ага. И в среднем в день, допустим, ну если в денежном эквиваленте, это сколько выходит на за сдачу молока? Это мне аппен. 700-800 где-то, примерно. Ага. Где-то 100. 700-800 рублей в день. Ага. Ага, в день. Все поступающее молоко анализируется в этой лаборатории и анализируется оно по нескольким параметрам. Здесь есть лабораторный журнал, здесь записывается непосредственно сам вес молока, белок, плотность, кислотность и еще какие-то параметры, которые я даже не могу расшифровать. В общем, все происходит прямо здесь, на самом предприятии. Ну а здесь наглядно видно, какая продукция производится здесь на СППК. Это йогурт, бифилюк, сорат, молоко, сметана, творог. В общем, вся молочная продукция может изготавливаться силами СППК. И также производится сыр. Но в данное время сыроварня находится в режиме ожидания, потому что в зимнее время сыр не производят. Его производят тогда, когда объем молока это позволяет. По итогам 2022 года в селе Кюндядя было сдано почти 800 тонн молока. Большая часть этого объема была получена силами Ау-Кюндядинская. Именно туда мы и направимся. В Ау-Кюндядинске на зимовке содержится 621 голова скота. Из них 270 коров, более 300 лошадей, около 200 кобыл. Зимовка проходит относительно спокойно. План по сену выполнили, поэтому кормов хватает. Правда, отел запоздал по сравнению с прошлым годом. Классово, скорее всего, он начнется в марте-апреле. Наше предприятие раньше было отделением Нюрбинского совхоза. В 1984 году, после прихода Николаева Ивана Васильевича, было организовано отделение, которое он же и возглавил. С тех пор и работаем. В годы распада совхозов мы не прекращали работать. Сохранили скот, хозяйство. Порода коров у нас сементальская, лошади, мигижикской породы. В 1999 году вступили в Республиканское племя объединения, с 2017 года в Российское. В летнее время доем около 5 тонн молока. Друзья, ну что, конечно, побывать на таком производстве и не испытать себя в роли работника, я думаю, я бы себе такого не простил. Здесь мы находимся, в данном помещении находится молодняк. И сейчас, так как утро, самое время их покормить. Кормят их комбикормом и дополнительно сеном. Сейчас покажут, в каких пропорциях нужно добавлять комбикорм. И я уже стану в роли некого такого помощника. Обратите внимание, как молодняк, телята ждут этого момента. Получается пропорция 2 ведра на 3 вот таких вот подачи. Доброе утро. Так, подождите. Так, чуть-чуть кому-то не досыпал. Сюда, по-моему. Так. А в пустыне тоже, да? Сюда, да? Ух, кто хитрый. Сразу с ведра. Сейчас, 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 подождите. Ребята, извините, я сейчас бегу, еще принесу вам обязательно. Не волнуйтесь. Кобикорм дает витамины, необходимые микроэлементы. А затем уже после этого, обратите внимание, здесь, между, в середине коридора, да, здесь расположено сено, которое затем, после комбикорма, будет также отдано телятам. Где они были-то? Эти были, да? Или нет? Кого я покормил? А, вон они. Чуть-чуть два раза не покормил других телят. Кому-то. Вот они, вот они, вот они. Ну, ребята, извините, вас много, я один. Кушайте, кушайте. Так, все, порционно. Ой. Так, а еще лишнее ведро, что ли? А у вас было? Вот, проблема, знаете, вот, действительно, это, скорее всего, уже с опытом приходит. Я забыл, кого кормил, кого нет. Еще одно ведро осталось, его куда? Куда, я? Куда? Вот к ним, да? Ага. О, у вас сегодня праздник. Тут побольше вам насыпем. Все. Так, ну что, надо сказать, что я сейчас туда вот так вот побегал. Вот эта каждодневная работа, она, как видите, она нелегкая. Содержать такое большое количество коров, это по-настоящему должно быть целое производство. С большим количеством работников, ну и все это, конечно же, потом воссоздается с торицей. То есть и молоко, и мясо, кисломолочные продукты, сыры. В общем, все это можно производить вот на примере, как здесь, в селе Кюндядя. Так, ну, после того, как телята поели комбикорм, их нужно напоить водой. Делается это вот таким образом. В ванну подается вода, и телята уже знают, что делать. Слышат журчание воды, конечно же, им хочется пить. После того, как они выпьют, попьют, после этого уже закладывается сено. Я спросил, как понять, сколько нужно воды наливать. То есть там есть, получается, свои пропорции. В целом, я думал, что если, допустим, телята разошлись, значит они попили. Сказали, нет, они могут выпить всю воду полностью. То есть они пьют без остановки. Что тоже, конечно, чревато. Вот именно в этом коровнике, варочнике, находится более 300 голов молодняка. А в целом, в Кюндядицком, 600 голов скота содержится. И вот, что касается именно вот этого коровника, то здесь его обслуживают 6 человек. 6 человек работают. Это с утра кормят, соответственно, уборка и кормежка вечером. То есть 2 раза в день покормить, напоить, и полностью уборка и уход за молодняком. Так. Что, тут еще добавить, да? Или нормально? Вон туда, дальше, да? Самой главной внешней угрозой для домашнего скота являются волки. Надо отметить, что в селе имеются люди, которые справляются с этой проблемой. Обратите внимание, друзья. Ну, у меня рост 1,80 метра, и вот этот волк от, соответственно, носа до хвоста тоже около 1,80 метра, да? Почти двухметровый волк. И я думаю, что многие видели новости, что именно в селе Кюндядя был объявлен ЧАЭС по, именно по волкам. Так как этот район, он именно славится сельским хозяйством, да, в том числе, ну, вот видите, вот коровы, да, на выгуле. То это очень-очень, на самом деле, наносит большой урон сельскому хозяйству. И ЧАЭС был объявлен по волкам, на них была открыта, соответственно, охота. И до сих пор, сейчас у нас сегодня 22 февраля, ЧАЭС еще продолжается. И хотелось бы, конечно, пообщаться с теми людьми, которые охотятся на волков и, конечно же, делают район безопаснее. Познакомьтесь, это Петр Александрович. Здравствуйте. Петр Александрович, ну, расскажите, сколько волков было добыто? Где-то 6 штук. И две еще потеряли, пока не ищем. Сейчас осталось где-то 3 или 4 волка. Где-то в 20 километрах с деревни два волка. Вчера только ходили. То есть сейчас еще ведется работа. Практически жители всего, да, села участвовали в загоне волков, вот буквально недавно. И благодаря этому задействовали флажки там, загнали одного волка, который попался в капкан. Если кто-то не знает, то если повесить флажки, допустим, ну, по территории, да, то волк их не пересекает. Хотя, казалось бы, это достаточно такая, ну, легкая преграда, ну, для человека, да, по крайней мере. Но волк, если видит флажки, то он дальше эту преграду не переходит. И делается как? Люди, соответственно, загоняют, да, идут по такой линии, да, шумят, да? Да-да, и засада там. И, соответственно, волк двигается и благодаря флажкам, как бы, идет на загонщика, да? Да. А скажите, а что самое сложное вот в охоте на волк? Терпение. Терпение. Это, то есть, можно несколько дней, да, то есть? Да-да. Месяц можно ждать, пока придет, пока наступит. Трудная охота. В целом, больше ловится волк на капканы, да? Половина на капканы, половина на петлю. Так, получается. Ну, и в целом, почему мы начали вот этот сюжет с бурана? Буран, это рабочая лошадка, да, то есть, это рабочий инструмент охотника? Да, да, да. На прошлом году купил столько, новое почти. Ага. Ну, уже пробег 3 700. Это за один сезон 3700 километров пробег на буране? Да-да-да. Ну, я вижу, у вас запасные, да, вот вообще, чтобы на буране передвигаться, нужно брать с собой ролики, да, запасные? Да, запасные много, наверное. С собой, да? Ну, чтобы быть уверенным. Давайте, друзья, сейчас у нас есть возможность посмотреть, как выглядит петля на волка. Вот, видите, здесь, в таком рундуке находятся инструменты охотника. Где-то так выглядит. Петля. Такая прочная, стальная. Да-да. 3 миллиметра петля. 3-миллиметровая петля, да? Вот это, от цепи мотоцикла. Ага. Выставляющий. Все. А в целом, сам принцип установки, как она срабатывает? Просто вешается, и он туда попадает? Да-да-да. Ну, где тропа, где след, там выставляешь, получается. Ну, что, нужно поблагодарить Петра Александровича за его работу. Это профессиональный охотник. И желаем, чтобы ЧС уже, да, подошел к концу, чтобы вы добыли волков. И, чтобы люди в селе могли жить спокойно. Визитной карточкой села Кюндядя также является образцовый детский коллектив России. Танцевальный ансамбль «Кескиль». Галина Прокопина, поделитесь секретом, как можно в селе взрастить такой вот образцовый российский ансамбль детский. Ну, я думаю, надо побольше работать. Каждодневный, кропотливый труд хореографа. А вообще, вкратце, вот историю про ваш ансамбль. Ну, наш ансамбль создан в 1995 году. В 2007 году стали образцовым ансамблем Российской Федерации. Ну, всегда участвуем во всех мероприятиях всего его села, улуса и республики. Мы езжаем за границу, побывали в очень многих странах. Ну, дети растут и все уезжают, но подрастающее поколение каждый раз подходит. И я горжусь, что мои выпускники сейчас являются главой нашего наследия, директором нашей школы и начальником пожарной охраны. Вот эти все мои выпускники, которые сейчас живут в селе нашем. То есть вы их воспитывали как участников ансамбля? Да, да, они все воспитывались у меня. И сейчас они вот доросли до своих этих уже высот. Ребята с малых лет учатся всему классическому танцу, народному танцу, историко-бытовому танцу. Пятилетнее обучение, потом они подрастают, получают аттестат об окончании класса хореографии. Потом они уже идут просто танцевать ансамбль киски. И в целом после такого обучения дальше можно продолжить хореографическую, получается, карьеру, да? Ну вот, но у меня так сильно много выпускников нету, которые уже продолжили, да? У меня за 28 лет работы только три выпускника по моей стопам пошли. А так они все танцуют после учебы у нас в школе. Сейчас, например, у меня выпускники танцуют с ВПУ, которые учатся в ансамбле с этим. И вот Билюйское педагогическое училище АЛГ тоже танцуют. Но они продолжают танцевать, с этими танцевали. Ну, во всех ансамблях, которые в нашей республике известны, они танцуют там, продолжают. То есть, можно сказать, что вообще хореография для ребенка – это полноценное развитие в плане физического развития? Очень, мне кажется, не только кажется, это уже все доказано, что вот ребенок уже развивается во всех направлениях. И он общительным становится, всегда готовый идти вперед. Поэтому хореография дает им, по-моему, силу. Дает силу, нет? Да. Уверенности. Они всегда выступают на сцене, они всегда на людях. Поэтому очень много выступлений у нас везде. Поэтому, я думаю, они обретают уверенность и идут по этим набранным опытам вперед в жизнь. В продолжении темы подрастающего поколения я не мог не посетить детский сад. Тем более, что там готовилась команда к региональному конкурсу. Мы продолжаем наше знакомство с селом Кюндяри. И сейчас мы находимся в очень уютном, красивом каменном здании детского сада Кенчери. И рядом со мной руководитель детского сада Венера Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Венера Ивановна, ну, вкратце расскажите про историю детского сада. Наш детский сад, работая с 1965 года, до вот третий год мы работаем в таком красивом каменном здании, благостроенное здание. И до этого мы работали в деревянном здании 1965 года. 30 работников, педагогов из них 11, посещают наш детский сад 54 ребенка, мест 50, но у нас по списку 54 ребенка. И каждый день приходят, мы очень рады их встретить в таком теплом, красивом, светлом здании. И наши работники все местные, так что проблем с кадрами не ожидается. Педагоги у нас имеют и высшую квалификацию, и первую. Особенно мы гордимся нашим музыкальным руководителем, который вот на днях, он тоже по совместительству, работая в школе учителем музыки, и вот на днях она стала лучшим руководителем районного конкурса «Илла Той Олова». Вот у нас кабинет по лего-конструированию, сейчас зайдем, идет занятие. Вот у нас дети, команда наша, Лего Кун Деда называется Лего Кун, и они готовятся вот сейчас в районном этапе республиканского конкурса по лего-конструированию. Мы каждый год здесь занимаемся и каждый год участвуем в этом конкурсе. Дальше дошли до федерального уровня. Ух ты, то есть это подготовленная команда? Да, это уже подготовленная команда, но только каждый год новая команда, потому что это подготовительная группа, дети 6-7 лет. И вожатые вступают здесь в команду, они уже называются не воспитателями, а тренером. Ну, теперь вы попробуете стать тренером нашей команды. Здравствуйте, дети. Меня зовут Руслан. Сегодня я на несколько минут буду помогать вашему тренеру в лего-конструировании. Согласны, да, ребята? Да. Да. Отлично. Нам заранее задали тему, да, энергозатрат. Вот, например, ветрогенератор стоит у нас. Вот, это что, ребята? Что это сделали? Это солнечные батареи, да? Сегодня мы будем раскрашивать, да, вот эти картинки. Давайте я раздам. Возьмите, раздайте. Так, ребята, держи. Тебе достался рыбак. Рыбак. Тебе достается рыбка. Так, тебе тоже рыбачок, рыбак. И по несколько, да? Такая мазская тема, потому что у нас строится аквапарк. У нас дети инженер, кто-то строитель. Держи. Да. Кто-то архитектор. Давай. Так, вот еще. По две, да? Ну, по несколько, по две, да. По несколько. Рисунки у нас несложные, да, ребята? Да. Несложные, да? Берем карандаши. Вот еще карандаши есть. Да, пляжный зонтик. Держи. И берем любые карандаши цветные. И раскрашиваем, да? Любой цвет, какой вам нравится. Да, если голубой, если нет, то там... Я сейчас ловлю себя на мысли, что я не знаю, что делать. Да, дети, раскрашенные картинки будут склеивать здесь, сюда. Это наш стенд будет, это наш будущий стенд. Здесь будут разные фотографии. Он пойдет на конкурс тоже? Да, это конкурс. Они будут вот этим стендом рассказывать то, что они делали, да? Весь этот период. Так, ребята, начинаем. Хорошо. А в целом потом ребята с готовыми уже конструктором приезжают туда. Да, у нас 10 марта будет чемпионат региональный, да? Вот этот весь макет мы берем с собой туда, и они будут все это рассказывать. Как все это работать будет, да? Я почему-то подумал, что лего конструирование, это на скорость тебе дается задание, и нужно быстро сконструировать. Нет, мы заранее все это делаем в течение определенного периода, да? И они всем этим готовым уже макетами приходят и рассказывают. Защищают свой проект, получается. Защищают проект. И обратите внимание, друзья, здесь вот специально есть строительные каски уже с именами. И получается, это командная форма, да? Да, командная форма наша. Дети очень интересуются, очень много познают, да? Всем очень нравится заниматься своим любимым делом, да, ребята? Да. Я только листочки раздал. После дневного сна мы, в принципе, с детишками поработали на лего конструировании, но в основные группы мы не будем заходить, да, чтобы не беспокоить ребятишек. Но я знаю, что у вас работает очень интересный сотрудник, который с опытом работал около 36 лет именно в этом детском саду. Да, да, есть такой сотрудник наш. Как раз вот открыта ее дверь, можем зайти и с ней познакомиться. Вот наша прачка Маргарита Васильевна. Здравствуйте. Маргарита Васильевна, здравствуйте. Скажите, действительно, ваш опыт работает 36 лет именно в этом детском саду? Да, именно. Мне передалось с мамой. Вот на место матери я поступила работать. А, даже так? Вот тогда в старом здании. Так печку топили, там грели воду, все руками таскали. Там, конечно, тяжело было. А вот уже третий год, вот, видишь, вот новый благоустроенный садик. Поэтому я работаю сейчас припеваючи. Чистота – залог здоровья. Я постараюсь работать. В ваши обязанности входит поддержание чистоты. То есть мы видим, что здесь из стиральной машины полностью все белье, полотенца, пододеальники и так далее. Если вы их поддерживаете в чистоте и порядке. Да, всегда в чистоте. Сложно представить. Вот, например, вообще даже, ну, постирать вещи без стиральной машины, да? А постирать вещи, используя печку, и еще и на большое количество детей – это сколько времени занимало? Да, было так трудно, конечно. Но я там еще молодая была, и вот все, справилась. А вот сейчас я вот только кнопку зажму, и все. Можно почаевничать, и все такое. Ну, я думаю, вы немножко утрируете, да? Действительно, у вас, скорее всего, тоже очень много работы сейчас. Ага, конечно. Ну, действительно, да, находясь в новом таком помещении, даже сложно представить, как это было раньше. Ну, Венера Ивановна, спасибо вам большое за экскурсию очень интересную, и успехов вам в работе. Спасибо вам также. Спасибо. Друзья, у вас есть буквально 5 секунд, чтобы угадать, где я нахожусь. Ну, я думаю, знатоки знают, уже угадали, что это солевая комната, солевая комната. Но, интересный нюанс, эта комната находится в среднеобщеобразовательной кюндядинской школе. Представляете? И вообще для жителей села Кюндяди ввод новой школы был целым событием, которого ждали очень-очень много лет. Буквально перед Новым годом, 29 декабря 2022 года, была открыта эта школа. А данная солевая комната, она является подарком от строителей, которые строили эту школу. И, как мне сказали, сообщили, ее делали прям под строжащим секретом. Никто не знал, что здесь находится. И вот такая вот интересная комната. Татьяна Семеновна, расскажите про вашу школу. Я, во-первых, поздравляю, потому что это грандиозное событие на самом деле. Естественно. Ну, нашу школу, весь наш наследок, жители нашего наследка ждали почти 40 лет. То есть мы до этого были в приспособленном здании, в старом двухэтажном здании администрации наследка. Дети, попав в такое здание, где просторные большие коридоры, рекреации, кабинеты, все светлое. Самое главное, естественно, для каждого любого ученика это благоустройство. Естественно, это очень-очень большая радость. И многие дети, и я 100% со мной, многие и родители согласятся, и учителя, утром приходят и прям не хотят уйти. То есть с утра до вечера у нас после уроков идут дополнительные занятия, там хореография у нас есть, вольная борьба, спортивница. И они с утра до вечера практически здесь. Ну, потому что, как бы, все располагает к тому, чтобы здесь находиться с утра до вечера. В пользу случаем хочу поблагодарить за нашу светлую, красивую, новую школу, акционерная компания «Алроса». Наш муниципальный район, Нюрбинский район, в лице главы Алексея Михайловича, генерального подрядчика о региональном развитии в лице Альберта Алексеевича Васильева и главного инженера Артема Владимировича. Когда очень холодные зимние морозы были, школа наша поддерживала температурный режим плюс 25. То есть, естественно, если в школе, ну, на улице минус 50, а в школе 25, у нас, естественно, поэтому и дети хотят находиться в светлом и в теплом здании. Надо отметить, друзья, что, ну, я думаю, многие не знают, но село Кюндядя является селом, где отопление идет с помощью электричества. То есть электричество идет субсидированное, и везде находятся электрорадиаторы. Получается, мы единственный наслед, вообще, в Нюрбинском улусе, который 12 лет тому назад, вот, как экспериментальный, были введены вот такие отопления. И вот, да, ну, как бы, практика показывает в том, что, в принципе, это удобно. Вот экскурсию любой школы можно проводить, наверное, с кабинета химии. Потому что они обычно, да, химия и физика, скажем, но химия больше всего. О, прямо подведено, да? Да, все здесь у нас все подведено, все работает. Здесь все требования, все оборудования, они сделаны по требованию Санпина, естественно. И здесь мы, некоторые оборудования еще пока не прибыли, они уже в заказном виде есть, едут. А так полностью вот оснащение идет по всем требованиям. У нас здесь очень симпатичные маленькие классы, специальная рекреация начальных классов. Кабинеты вот такие идут, это специально. Вот смотрите, ну, зеленый цвет стен. Здесь у нас теплые полы, еще есть их можно регулировать, контролировать. Ну, специально там есть. Ну, мы так как только ввелись, и мы пока что им не пользуемся, здесь тем, что и так тепло. Ну, а здесь полностью это их рекреация, их весь санузел, кабинет вторых классов. И цветовая гамма, как вы видите, уже другая, от желтого цвета здесь. Причем парты, я смотрю, непростые, они, по-моему, еще регулируются. Да, они еще вот так поднимаются там и так далее. Сейчас мы в кабинете труда. Ого! В кабинете труда. Так, давайте поярче свет включим. Так, у нас это кабинет технологии, мастерская называется. У нас есть учитель технологии, который все учит. Материалы для того, чтобы в течение учебного года пользоваться, мы берем каждую весну. То есть наши мужчины в лес идут по-простому и вот заранее изготавливают, просушивают и так далее. То есть заготовки делают? Заготовки делают. Актовый зал у нас шикарный, прям больше, чем клуб. Ничего себе! И здесь у нас все мероприятия тоже проходят. Мы находимся в школьной столовой. У нас здесь, она рассчитана на 60 посадочных мест. У нас, естественно, трехразовое по требованию питания. Все, что по требованию должно быть в школьной столовой, у нас есть. То есть у нас и оборудование. Все из нержавеющей стали. Мы все прошли по Роспатринобзору, по требованиям ПСС. И у нас все подходит, все работает. Друзья, ну, поблагодарим Татьяну Семеновну. Пожелаем, во-первых, поздравим жителей Носвега с открытием такой шикарной школы. Я на самом деле нахожусь немного в шоке от увиденного, особенно от солевой комнаты. Поэтому вам успехов в дальнейшем. Хороших учеников. Спасибо. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас, я думаю, что многие из вас уже, кто особенно родился во времена СССР, понимают, где я нахожусь. Это единственный в республике музей комсомольской славы. Основатель нашего музея Николай Романович Татаринов. Он общественник, он учитель учителей, ветеран труда тыла, педагогического труда. Мы ему очень благодарны. Это большое количество разных значков советского периода здесь. О, вот такой у меня значок был. Октябренок. Вот, представляете, уже сколько лет назад это было? Лет 10, да? А уже это ретро, друзья. Это вот телефоны Nokia. Дети приходят, наверное, спрашивают, что это за такое, да? С кнопочками. Ну вот. А мы недавно буквально смеялись, что молодежь не знает, что такое. Вот такой вот телефон, да? Вот романтик. Кассетный магнитофон, радио. Это, по-моему, диапроектор, да? Да, видеофильмы. Я вот в детстве смотрел с такого. Здесь следующий зал, это посвящен Великой Отечественной войне. Как мы сказали, еще, да, тут стендов некоторых не хватает. Их одолжили на временную выставку. Вот. И, конечно же, краеведческий отдел, зал истории и культура. Если мы там смотрели ретро вещи, да, то здесь, друзья, просто прошлый, наверное, даже не прошлый, позапрошлый век, да, экспонаты. Вот уже большое количество экспонатов, самовары. Ну, а вообще, к слову, о здоровой пище, да, здоровой пище и вообще, вот сейчас все, ну, кто соблюдает здоровое питание, вот, любят кушать хлебцы, да, или специальную муку покупают. Друзья, вот, буквально, да, несколько веков, да, ну, не столетий назад пользовались вот такими вот ручными мельницами. И, соответственно, самая здоровая мука получалась именно из них. То есть поднимался вот этот камень. Ой, сюда сыпался, да? Видите, я уже не помню. Сюда это все крутится, сыпется зерно, и зерно, пока крутится камень, соответственно, расходится, и на выходе уже получается такая крупная мука, из которой... И попадает в ящики. Да, тут, кстати, вот это все очень удобно сделано. Сразу попадает в ящик. Перемалывать, наверное, еще можно было на второй раз, там, так, чтобы достичь более высоких результатов. Это вообще массивная мельница. А вы знаете, что такое? Что это такое? Это соска. Соска? Да. Вот, МК называется. Сюда что-то... Мать заливает, молоко стоит, ждет. Вот тут намачивается вот это, и он засет, ребенок. Люди, да, выбирают там, какой должен быть, силикон или резина. Вот, обычный рог. Это чей рог, интересно? Ну, коровий. Коровий рог. Сюда, в эту полость заливается молоко. Мама заливала, да, сцеживала, скорее всего. И потом вот эта тряпочка намокала, и ребенок пил, сосал молоко. Замки же есть с ключами вот эти огромные. Вот эти. Амбарные? Где? Вот, вот которые лежат. Амбарные. Ага. Их кот никто не знал. Там эти вот эти... Именно вот этот хозяин сам только знал, сколько там крутить. Ааа, то есть она работает таким образом, в плане... Чтобы другой не мог открыть. Определенное количество проворотов, да? Да. Ааа. Вот дети интересуются вот этой игрушкой. Ага. Это игрушки сделаны из кости головы зайца. Это игрушка из головы зайца? Да. Это всадник на лошади. Играли дети, да. А, она, то есть она снимается? Наша бабушка, да, снимается. Как будто это лошадь, а это всадник. Да. Это была детская игрушка. Здравствуйте, меня зовут Надя. Я специалистка по работе с молодежью в кандидатском наследии. В данное время вместе со студентами у нас 153 молодежи. Вот как и сегодня, мы ежедневно по вечерам собираемся в зале и играем в волейбол, футбол, баскетбол. Мы всегда активно участвуем в жизни наслега и часто выезжаем по соревнованиям, гастролям. И по выходным проводим волонтерские выходы, помогаем нашим пожилым и активно помогаем семьям мобилизованных. И пользуясь случаем, хочу обратиться к молодежи. Будьте активнее и неравнодушными. Мы переходим к творческой составляющей населения села. Мы находимся в Доме народного творчества села Киндяди. И рядом со мной находится Светлана Михайловна. Светлана Михайловна, директор Дома народного творчества. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Михайловна, я уже увижу тут очень красивые изделия из бисера. Расскажите, кто их делает и какой клуб? Наш Дом культуры носит имя Светланы Николаевны Эверистовой, которая у нас около 20 лет работала. И вот эти люди, которые женщины сидят, это ее самодеятельность молодости. И вот они активны с тех пор и к нам каждый раз ходят. Вот две группы были, это Далбара, это певческая группа и вот ветеранов Алгаз. Вот мы все вот общественники, наши бабушки. Самый старший у нас Георгия Варазалия Макаровна, ей 86 лет. Вот она. А самый молодой у нас 60 лет. И мы вот все занимаемся здесь и часто недели-два раз уходим в этот наш дом народного творчества, Туску. И собираемся, и вот бисероплечением занимаемся. Шьем разные вещи, костюмы, сами шьем. А сегодня мы собрались, чтобы помогать нашим организаторам. Мы сегодня встречали наших дорогих участников. Конечно, саладушками встречали. Будем кормить их два дня. Участников соревнований Кубок Поршня. Кубок Поршня, участников соревнований. Все поем с молодости, поэтому после выхода на пенсию решили собраться. Помимо этого, всегда концертную одежду, украшения изготавливаем сами. У нас всегда проблема с баянистом, поэтому аккомпанируем себе национальными инструментами, которые изготавливают наши же мужья. Также участвуем активно во всех мероприятиях, проводимых населению в Улусе. Есть у нас ежегодная традиция добрых дел. Например, работникам АО Кендядинской шьем рабочие теплые рукавицы. С годом матери и семьям, где есть участники САГУО, помогаем продуктами, деньгами, шьем для них одежду. Шили также флажки для волчатников. Как известно, много случаев было нападение волков на скот. Эти флажки очень помогают промысловикам. Каждый год они ими могут пользоваться. Помогаем также с проведением ежегодного Кубка Поршня. В нашем наследии все очень активные, отзывчивые, не только мы. Дом народного творчества также имеет в своем арсенале библиотеку. И сейчас здесь, за этой дверью, находится настоящий клуб по интересам. А какой мы сейчас узнаем? Литературное объединение «Айр-Алыб. Вдохновение» у нас работает с 2010 года. Нас в данное время 9 человек. Мы проводим презентации книг местных авторов. По итогам 2022 года повесть нашего члена литературного объединения Дмитрия Пономарева-Джалоллах «Повесть Бегик» стал обладателем номинации «Лучшая проза года». И этому мы очень обрадовались и поздравляем нашего Дмитрия Николаевича. Многие изданы шесть книг. Я начал писать, печататься с 2014 года. Сначала в альманахе Курилген, в литературном альманахе. Потом начал издавать свои книги. Наш наследок очень богат этими литературными работниками. Еще моими предшественниками были писатели, как Николай Иванович Чор, Ахмед Андреевич Дмитриев. И вот я третий писатель из одного наследа. А в этом году вот моя такая маленькая книга «На вид», вот она стала лучшей в номинации в жанре прозы. Вот это литературное объединение, это огромную работу делает. У нас в наследии женщины-героини есть, да, матери. Вот их книгу сделали, архив, ну, смысл материалы о них они сделали, выпустили. И женщин-матерей, это воспоминания детей, собрали и выпустили три книги. Кто лучше будет знать своих родителей, чем сын или дочь? И вот они пишут, и очень мы горды этим. Вот такой насыщенный день прошел в селе Кюндяри в преддверии динамичных интересных гонок Кубок Поршня «Зимний рубеж». Я познакомился с по-настоящему творческими, интересными и гостеприимными людьми. Они, в том числе, на протяжении нескольких лет принимают участников автомобильных соревнований, которые по традиции открывают череду гонок в формате Хараян на просторах нашей необъятной республики. Смотрите уже в ближайшем выпуске передачи «Испытано на себе». Испытано на себе.